Через семь лет Казахстан ожидает молочный рай. По крайней мере, так думает министр сельского хозяйства Аслжан Мамедбеков. Его впечатляющий калькулятор показывает, в 2020 году импорт молочных продуктов сократят в пять раз, и это обойдется казней меньше, чем в 400 миллионов долларов. К 2020 году будет обеспечено увеличение переработки молока на 1,3 миллиона тонн, что позволит сократить долю импортно-молочных продуктов во внутреннем потреблении с 35% до 7% к 2020 году. Вытеснять с рынка молоко славянских буренок будет естественным путем увеличения собственных надоев и переработки. Правда, даже жители футуристической Астаны слабо верят в планы партии правительства. Они живут годом 2013 и доверяют импортным товарам. Было несколько раз, когда покупали даже при сроке годности еще достаточно большом молоко, которое начинало уже скисать, портиться. Ну, детям растишку берем. Единственный, а потом у главной крестьянской партии страны АУЛ тоже не понимают, как минсельхоз собирается притворять в жизнь обещанное. Необходимо наладить связи между сельским хозяйством и переработкой, организовать закуп молока. И только тогда мы сможем какую-то часть заместить импорта. Какую-то часть заместить полностью импорт в ближайшее время, в том числе и до 2020 года, вряд ли возможно. К тому же никто не отменял острый политический вопрос. Даже далеким от кухни товарищам сегодня понятно, кто ведущая сила в таможенном союзе. И зачем было его городить, если можно одним волевым заявлением министра сокращать импорт и увеличивать экспорт.